В Твери на Трёхсвязкой улице, а также в границах исторического центра города проходят работы по установке арт-объектов, наглядных средств навигации и световой иллюминации. Наша съёмочная группа прошла пешком по главным улицам и убедилась в том, насколько преображается исторический центр. И что думают сами тверичане об изменениях, об этом в следующем материале выпуска. На главной пешеходной улице Твери появилось несколько новых объектов малых архитектурных форм. Один из них посвящён знаменитому местному фотографу Ивану Тачалову, который в самом начале прошлого века, в 1906 году, открыл на пересечении Трёхсвязкой и Новоторской своё первое фотоателье. Арт-объект в виде рамки Кокарский находится напротив здания, где раньше и располагалось фотоателье Тачалова. Оно было воплощено в жизнь благодаря проекту «Туркот лучи Твери», который был разработан Центром развития экономики малых городов и победил в федеральном конкурсе «Ростуризма». Одним из самых необычных и ярких уличных арт-объектов горожане считают трамвай-ретровагон. В нём уже работает туристко-информационный центр. Тут гостям города рассказывают о достопримечательностях Верхневолжья. А на улице Советской, набережной Степана Разина, площади Пушкина, бульваре Радищева и Тверском проспекте установили стереоскопы, внутри которых размещены фотографии, сделанные на том же месте, но в конце 19-го, начале 20-го веков. Они привлекают и горожан, и особенно гостей столицы Верхневолжья. По мнению старожилов, центр Твери существенно преобразился за последнее время. «Очень нравится, и так город оживил. Мы уже не первый раз идём по Трёхсветской, очень довольны. Летом, наверное, будет ещё приятнее на это всё смотреть». «Живу в Южном, поэтому, как говорится, сюда приезжаю очень редко. А сейчас вот выдалось время мне, как говорится, вот гуляю. Ну, красиво, хорошо сделано». «Дверь снова великая». «Нам очень нравится. Ждём лето, чтобы увидеть это во всей красе». «Очень удобно и очень красиво выполнено. И можно теперь время тут проводить больше». На пересечении бульвара Радищева и улицы Андрея Дементьева размещена новая фотозона – арт-объект буквы печатной машинки. Ещё три барельефа установлены на набережной Афанасия Никитина возле Старого моста и с двух сторон Нового моста. Памятник математику Владимиру Брадису появился на Трёхсветской. На левой стороне разворота книги воспроизведена одна из математических таблиц Брадиса – на правой счёты. А на пересечении улицы Трёхсветской бульвара Радищева зимой установили барельеф «Лучи Твери». Это тактильный барельеф с изображением макета центральной застройки города начала 20 века. Правда, его практически сразу повредили неизвестные. По мнению руководителя музея «Искра» Романа Кокоткина, такое наполнение города делает его интересным. Но важно и учитывать некоторые важные факты при установке и монтаже таких объектов. Абсолютно однозначно малая пластика делает город более разнообразным, интересным как и для горожан, так и для многочисленных туристов. Но позвольте сделать небольшую ремарку. Я достаточно человек насмотренный. У меня там два художественных образования, посетил там тысячу выставок. Когда устанавливали данную панораму, это совершенно замечательная идея. Единственное, что было, конечно, сразу понятно, что вот эти крестики, какие-то мелкие элементы будут повреждены. Наверное, на этапе проектирования этот момент можно было предусмотреть. Появление новых малых архитектурных форм стало возможным благодаря участию в федеральном конкурсе по обустройству туристических центров городов. Он был проведен в 2022 году. Города-победители в течение 2023-го смогли внедрить в туристические центры «Единый архитектурный дизайн-код» — обновить вывески, навигацию, создать новые точки притяжения. А недавно и надпись «Тверь» на пирсе речного вокзала засветилась по-новому. Ее обновили. Теперь она выполнена из монолитного поликарбоната с подсветкой изнутри. Но не только туристические центры города приобретают новый облик. В отдаленных микрорайонах также благоустраивают зоны для прогулок горожан. Так, в Брусилово в 2023 году появился динопарк, который стал точкой протяжения тверьчан с разных районов города. Это было настоящее событие. И дети тут все в восторге, конечно. Это и красиво, это и современно. Это очень эстетично. Посмотрите на них. Они сделаны в настоящую величину. Они искусственно вечно зеленые. То есть это в любое время года радует глаз. И очень всем приятно. Динопарк населяют различные архозавры, начиная от маленького крылатого птеродактиля и заканчивая массивным диплодоком. Особенно удачно можно считать те арт-объекты, которые помимо эстетического имеют еще какое-то практическое и познавательное значение. И, конечно, все они должны быть гармонично вплетены в облик нашего города.